Дорогие мои подписчики и гости моего канала садоводы огородники я приветствую вас вы в гостях у елены на моей кухне и я продолжаю консервации вот и хочу сегодня приготовить замечательное блюдо который делается из кабачков это блюдо называется татарская песня звучит очень красиво это делается из цукини можно из кабачков что хочу сказать вы можете это блюдо сделать из огурцов из перца из баклажан только для баклажан нужно будет больше томатного пюре так как они вы знаете способны впитывать очень много влаги а у кабачков значит у огурчиков и у перчика есть очень много влаги которые они отдают поэтому здесь нужно меньше я напишу вам все значит весь рецепт в описании под видео и начнем я сейчас значит почищу цукини вы можете взять и большие и маленькие это не принципиально потому что они очень молодые вот эти желтые цукини даже вот он большой но он кожица очень очень нежненькая я кожицу не чищу если у вас не оказалось таких замечательных молодых кабачков как у меня то вы счищаете кожицу счищаете еще и семечки обязательно я семечки тоже буду счищать вот разрезаем крупно я разрезаю крупно хотите можете кубиками я вот на три части и брусочками такими типа лодочками я нарежу сюда идут значит яблоки желательно зеленые антоновка или покупные вот такие вот яблоки потому что в этом году у нас нет антоновки вот сюда идет чесночок чесночок видите какой крупный у меня домашний идет идут два сладких перчика таких небольших можете побольше взять их это сладкий перец не думайте это не острый острый у меня вот он смотрите какой красивый это вот у меня острый перчик а это вот сладкий то такой сорт вот который называется маяк я вам уже о нем говорила можно побольше взять я пожалуй еще один возьму 3 вы не смотрите на мою порцию я постоянно вам говорю потому что мне многие пишут что не соответствует количество продуктов которые готовлю раздваивается с рецептом но мои хорошие неужели я как бы ну грубо говоря не дружу с головой готовлю одно отдаю вам другое так не может быть всегда повторяю смотрите рецепт я делаю 2 а то и 3 порции потому что мне нужно быстро делать и я не могу вам иногда я прямо одну порцию вам делаю а иногда мне нужно много я сразу делаю много поэтому делайте все по рецепту который будет стоять в описании значит и лучок вот если у вас мелкий как у меня на одну порцию нужно будет одну большую луковицу то я беру 2 этот лук специальный у меня белый такой вот сладкий вкусный но вы можете и не сладкий взять поострее это нет об этом разницы просто я его сажаю чуть позже специально для заготовок вот и у меня 4 поскольку одна луковица на порции у меня здесь две порции поэтому смотрите в описании и сейчас я приготовлю еще томатное пюре из томатов я увариваю протирая через сито вы же можете выжить сок ну в общем как хотите я делаю так еще раз повторяю насчет томатной пасты покупной я никогда из нее не готовлю и не знаю как она развал разбавляется мне часто задают вопрос я просто не знаю потому что я не люблю я попробовала мне не понравилось из нее как готовить то есть естественно сразу видно что вкус не тот я могу приготовить только из своей томатной пасты вот но я ее хотите верьте хотите нет я ее не разбавляю я вот просто так как она у меня есть потому что она все равно не получается такая концентрированная как в магазине как готовить томатную пасту у меня есть на канале посмотрите пожалуйста мне просто некогда если я вам не оставлю под видео рецепт то простите пожалуйста потому что некогда очень очень мало времени физически просто не хватает спать даже некогда и так я сейчас все это нарежу и подключусь будем говорить с вами дальше и так мои хорошие я нарезала уже наши цукини протерла томатную пасту как я обычно делаю кто на моем канале тот знает если кто новенький зайдите посмотрите все мои манипуляции и посмотрите как я нарезала видите я очень люблю вот так нарезать так вы можете нарезать и огурчики вы знаете какая прелесть томатном соке такая красота вот здесь надо отрезать невнимательно посмотрела вот таким вот образом смотрите если вы будете нарезать кубиками они такими брусочками как я то вам нужно будет варить наши кабачки нет долго не час а меньше вообще в принципе нужно смотреть по твердости не надо их разваривать они должны в томатном соке соусе быть такие вот целенькие такие нежные вкусные и вот продолжаем значит дело в том что я не сажаю обычные кабачки кабачки у которых грубая кожица даже если они молоденькие ну в общем я не люблю кабачки я люблю цукини именно желтые не зеленые потому что желтый красиво смотрится в значит в блюде и черный красавчик я тоже сажаю но с ним возиться нужно очищать кожицу и я его делаю знаете для для икры но можно и значит зеленой кожицы но как хотите я в принципе любитель чтобы было все красиво чтобы не глаз радовался сначала потом уже кушать вот но если вы будете очищать кожицу естественно нужно варить меньше смотрите сами чтобы не в общем чтобы не разварились так в рецепте стоит один час этот рецепт не дала моя подруга у него муж татарин это не знает она так и называется татарская песня но я немножечко своего сюда добавила потому что это нужно было нарезать кубиками по рецепту а я вот люблю вот таким образом я такие огурчики делаю и перец нарезаю на 4 части если я делаю и баклажаны точно вот так нарезаю точно также нарезаю баклажаны вот если я делаю из баклажан ну и сейчас просто-напросто вот просто наливаю я не ничего тут не по отдельности не говорю сначала это сначала тос ну как бы сначала кипятить нужно томатный соус как многих рецепт а здесь нет налила и все и сейчас я пропущу яблоки через блендер значит пропущу и чеснок и лук и перец тоже и тоже сюда добавлю и добавлю все остальные специи то есть сахар соль я сейчас вам все это уже сюда положила все пропустила и перец сладкий и перец горький и яблочко значит и лучок чесночок у нас за пять минут до готовки обязательно будем добавлять когда останется пять минут за пять минут до готовки и тогда мы добавим еще уксус уксус можно и сейчас добавить но так в рецепте так но я почему-то не знаю просто уксус выпаривается я так считаю ну вы как хотите что хочу сказать насчет острого перца если у вас не окажется дома острый перчик то вы можете добавить порошком я там напишу то есть острый перец порошковый красный острый перец порошком и если вы не хотите чтобы блюдо ваше было остреньким хотя это не очень остро все зависит от того если вы положите ваш острый перчик сюда с семенами естественно он будет острый перцы не сами стенки значит не сам перец острый а он острый из-за семечек а так он не очень острый поэтому если вы разрежете на пополам перчик и вы нити семечки то семена то получится замечательное блюдо если же вы хотите чтобы ваши все домашние или дети даже которые ну не любят острые то вы не кладите острый перец а положите просто две чайные ложки сладкой паприки просто порошком сладкий перец порошком даже как и острый есть порошком чтобы вот этот вкус все равно присутствовал потому что он дает дает что-то хотя здесь у нас есть сладкий перец но порошковый он все равно попикантнее так вот ну и что значит тут у нас сахар соль я добавила но смотрите многие посмотрят скажут ой как мало влажности то есть нету здесь жидкости мало жидкости ничего подобного нам хватит того пюре значит и плюс мы сейчас добавим масло подсолнечное смотрите видите нужно 100 миллиграмм а у меня две порции 200 миллиграмм и сразу видите у нас хоп и все во первых у наши кабачки пустят здесь тоже сок и все будет замечательно хватит жидкости вы сами увидите они потом уварятся и будет очень много жидкости я вам покажу видите это кажется сначала на самом деле видите у нас уже все там пошел процесс я сейчас аккуратненько все это размешаем смотрите берите посуду чтобы вам было удобно мешать вот здесь у меня 5 литровая значит и кастрюля если будете делать одну порцию здесь но у вас будет меньше наполовину так как у меня вот получилось целое ну что ж мои хорошие вот я сейчас все это размешаю и поставлю чтобы готовилась при небольшом огне сначала надо большой чтобы закипела и потом на медленном огонечке мы будем варить нашу массу один час и останется минут пять может быть даже десять вот так до готовки мы добавим с вами уксус девятипроцентный и чеснок протертый ну можно протирать через сито я иногда когда устаю через сито простите через как бы терку если у вас как бы нет такого блендера то можете через терку но я когда устаю я вот так вот как следует там промолочу как следует можно мелко можно покрупнее как хотите но лучше здесь помельче я обычно еще вот через вот такой вот прямо надо кастрюли натираю но просто сейчас у меня уже нет сил очень много уже отдел сделала когда как в общем я делаю чист через чеснок и давил кто любит в общем покрышить чеснок скажем так неважно здесь какой он будет но естественно не крупный там кто как любит и я подключусь обязательно покажу вам когда все это будет кипеть на медленно обещала показать как у меня закипают уже закипели и тут у вас будут мелкие такие крупиночки перца очень красивый салат желтые кабачки цукини и такая вот масса очень вкусные там яблочки и перчик вот очень вкусно сразу говорю вам это просто нечто получается знаете как вот эти вот кабачки дольки кабачков и это вот соус то есть очень вкусно можете макаронам этот соус добавить и долички вот так вот брать вилочкой кушать если вы будете есть с макаронами с картошкой для чем хотите и смотрите получается у меня две порции в 5 литровой кастрюле вот под зарез прям вот потому что я вообще как бы все стараюсь угадывать вот поэтому сразу вам говорю если у вас вы будете делать сразу потому что кабачков обычно у людей много я хочу вам сказать что некоторые делать чуть-чуть на пробу но если вы сделаете чуть-чуть вы пожалеете этот рецепт просто обалденный вот как и все другие мои рецепты я даю вам только хорошие рецепты самый хороший поэтому смело можете делать больше вот почему же я показываю опять же это самое для того чтобы вы вдруг захотите 2 и вам нужна вот пятилитровая кастрюля будет как развить под зарез и потом конечно мы добавим здесь вот естественно уварится мы добавим уксус так как у меня две порции получается 200 миллиграмм вот я налила 9 процентного а если одна порция то 100 миллиграмм и естественно чесночку чесночку нужно вообще на одну порцию одну большую головку у меня вот очень ну как бы крупный там получается по 5 по 6 таких крупнущих зубчика вы видели когда я выкапывала показала вам то есть у меня получилось 12 штук крупных таких вот как бы чеснок кабачки любят это не будет лишним и вот у меня закипела сильно значит я убавляю убавляю на шестерку как обычно как обычно у меня шестерка и теперь буду так вот кипеть у меня один час без всякой крышки никакой крышки на кровати я не буду вот вот таким вот образом ну что ж мои хорошие будем ждать когда пройдет час ну и конечно до окончания часа нужно будет оставить минут десять пять вот так вот давайте десять будем потому что ничего страшного не будет если 5 и 10 для того чтобы добавить нам чеснок и готовка подходит уже к финишу посмотрите в какой вкуснятинки в каком вот соусе у нас варится варятся наши кабачки смотрите какая прелесть посмотрите ни в коем случае не давайте чтобы это все у вас разварилась ваши дольки должны быть целиком посмотрите какой соус он потом еще остынет посмотрите какая прелесть вот но пюре обязательно томат ну помидоры обязательно нужно протереть без шкурочки без этих и тогда получится вот такой если вы будете делать разбавлять томатную пасту или томатный сок покупать то он у вас конечно же таким густым не будет так добавила сюда чесночок теперь у нас покипит еще минут десять и все и будем раскладывать по баночкам баночки естественно у меня как всегда все видите тут мытые стерилизованные вот обязательно микроволновочки я их стерилизую на обычной мощности как вы вот разогреваете пищу там вот эти примеру 5 минут чуть больше значит и 10 минут хотя в микроволновку трехлитровый только лежа положишь и у тех кого крутится будет сложности у тех у кого микроволновка есть который не крутится то это можно банки я заливаю как всегда кипятком никогда не кипячу вот такие вот крышки потому что они теряют свою форму из-за вот этого покрытия просто заливаю кипятком мою горячей водичкой вот хорошенечко их тоже с содой вот и обдаю кипятком один раз вливаю и потом заливаю кипятком они мне тут лежат еще хочу обратить внимание чтобы сказать вам одну мелочь но она очень важна для начинающих или для тех кто может быть думает ну не выкинуть жалко выкинуть крышку вот смотрите если у вас повреждение есть вот такое вот на крышечке повредился у вас вот эта вот поверхность покрытия вот это то ни в коем случае такой крышечкой не накрывайте вашу баночку и нас иначе у вас продукция будет окисляться за счет вот этой значит оголенного места этого эту крышечку нужно не жалею выкину сейчас они продаются мои дорогие я много вопросов задают мне один раз я использую такие вот крышечки завинчивающие или много раз на я мои хорошие использую их до тех пор пока они у меня хорошо закрывается когда они прокручивают я тут же выкидываю откладываю в сторону вот при закатке кручу прокручивает в сторону и тут же выкидывать чтобы не перепутать с хорошими крышками а тем более если есть вот такие вот повреждения ли тут тоже вот здесь ржавеют вот смотрите она тоже уже поэтому это все нужно выкидывать не жалеючи все мои дорогие вот вот такое вот кипение должно быть не должно быть большой бурное кипение мои дорогие чтобы у вас тут не выкипало не разваривалось и не прилипало обязательно помешивать кабачки татарская песня готова действительно песня получается посмотрите какой вот соус и в этом соусе вот эти вот длинные долички такие брусочками такие как хотите назовите посмотрите какая прелесть и когда вы будете накладывать нужно будет осторожней быть и накладывать и то и другое то есть чтобы у вас значит и мякоть была и дольки были вот и вот такой вот перчик под попадаться вот будет ведь красный чтобы все было поровну я сейчас разложу по баночкам закручу и потом покажу сколько выходит двух порций у меня вышло 4 5 6 7 720 миллиграмм вот здесь прямо написано 720 баночка и одна баночка я не знаю никак не могу вычитать здесь сколько написано может здесь написано не могу выточить это не смотрите это у меня только что томатный сок из желтых томатов я закрутила поэтому не смотрите это не то и так если вы сделаете одну порцию здесь на вас будет по-другому то есть меньше у меня две порции я знаете делаю по две порции три раза и за зиму это вкуснятина вся съедается и из огурцов делаю так из перцев делаю так из баклажан я напишу в описании что для баклажан нужно будет на одну порцию не 0,7 миллиграмм а один литр потому что они больше берут как бы они впитывают влагу они отдают когда наоборот кабачки и огурцы и перцы свою влагу пускают что ж мои хорошие я была очень рада предложить вам рецепт и подписывайтесь на мой канал чтобы не потерять другие рецепты и многое интересное для вас ставьте лайки делитесь с друзьями и конечно же оставляйте комментарии напоминаю вам что вы были в гостях у елены на моей кухне и сегодня мы с вами готовили замечательный татарскую закуску который называется татарская песня очень многое комбината очень многое комбината золотая мяда вот он все отлично все ты